О главных событиях в Украине расскажем вам в ближайшие минуты в эфире ЕТВ новости в студии Елена Чебак. Я приветствую вас. Последний барьер преодолен. Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Теперь законодательный акт отправят на подпись королю Нидерландов Вильяму Александру. После публикации в государственном журнале страны его передадут в Брюссель. И через месяц договор об ассоциации полностью вступит в силу. До сегодняшнего дня Нидерланды оставались единственной страной членом ЕС, которая не ратифицировала документ. Соглашения призваны обеспечить переход от формата партнерства и сотрудничества между странами к более тесной политической ассоциации и экономической интеграции. Разрешить конфликт на востоке Украины. В Берлине собрались заместители министров иностранных дел стран-участниц Нормандской четверки. Украины, России, Франции и Германии. Украинскую сторону представляет замминистра Вадим Пристайко. На встречу планируют обсудить выполнение всего спектра минских договоренностей. А также возможность организации встречи глав государств четверки для урегулирования конфликта на Донбассе. Прокуратура Крыма возбудила дело по факту развязывания российскими чиновниками гибридной войны против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Во время следствия правоохранители уделят особое внимание фактам подготовки к аннексии полуострова. Также искусственного формирования у крымского населения ненависти к украинцам. Кроме того, действия России из-за вторжения вооруженных сил на территорию Украины получат и правовую оценку. Митинг в Керчи. В аннексированном России Крыму рабочие Керченского металлургического завода вышли на акцию протеста. Требует от так называемых властей работу и зарплату. Руководство обещало запустить цех эмалированной посуды и оставить часть людей на производстве. Однако митингующих возмутило, что рабочих мест на всех не хватит. Раздражение у толпы вызвало и обещание выплатить заработную плату за март. В Киеве объявили план перехват. От правоохранителей ищут Ауди красного цвета. На этом автомобиле злоумышленник скрылся с места убийства советника директора Укрспирта. Виктора Панкова расстреляли в спину пятью выстрелами. Инцидент произошел утром, когда мужчина шел к своему авто. Полиция рассматривает все версии от личных до финансовых обязательств. Не исключают и профессиональную деятельность. Панков в 2012 году возглавлял госкорпорацию, а в 2014 был исполняющим обязанности директора Укрспирта. На разе противуется основная версия. Сейчас обрабатывается основная версия. Убийство связано с профессиональной деятельностью погибшего. Он работал советником директора государственного предприятия Укрспирт. Это основная версия. Прежде всего профилактика. Она особенно важна, когда речь заходит об огне, отмечают киевские спасатели. Чаще всего пожары в лесах возникают не из-за погодных факторов, а из-за человеческой халатности. Брошенный окорок, непотушенный костер. Почти 99% пожара возникает именно по этой причине. Спасатели призывают людей к более ответственному отдыху в лесах. В лесах во время отдыха нужно следить за детьми, чтобы нигде ничего не пытались поджечь. Взрослым нужно тщательно выбирать место для разведения костра. Лучше всего делать это там, где до вас другие люди уже разводили его. После отдыха лучше всего потушить костер водой и засыпать землей или камнями. Также стоит помнить, что из-за жаркой погоды значительно повышается пожароопасность. За украинскими программистами охотятся международные корпорации. Продукты наших инновационных компаний используют во всем мире. IT-индустрия одна из самых быстро развивающихся отраслей в Украине. О самых крупных компаниях и самых успешных проектах, проблемах и перспективах IT-сферы смотрите в специальном репортаже Юлии Крючковой. Украина занимает четвёртое место в мире по количеству сертифицированных IT-специалистов после США, России и Индии. Полмиллиона людей работает в этой сфере, а украинские компании уже давно зарекомендовали себя на мировом рынке. Компании SoftServe уже почти 25 лет. Мы основали её в 1993 году. С самого начала она создавалась для работы на американском рынке, для предоставления услуг американским компаниям. Мы начинали с General Electric, которая и дала компании на старте заявить о себе и развиться. Сегодня мы самая большая международная IT-компания с украинскими корнями. Аналитика больших данных, облачной технологии, интернет-вещей. В SoftServe около 5000 специалистов. Разрабатывают программное обеспечение в Украине. Свои услуги предоставляют компаниям по всему миру. Через 29 представительств в 9 странах. У нас внутри компании культивируются западные подходы к работе, лучшие западные методики развития людей. Именно это обуславливает рост компании. Большинство украинских IT-компаний аутсорсинговые, предоставляют услуги крупнейшим игрокам мирового рынка. Наиболее интересные проекты покупают международные IT-корпорации. В прошлом году одесская компания Luxury была куплена американской компанией Snapchat за 150 миллионов долларов. Другой пример. Днепропетровская команда Maximizer. Это тестирование сайтов, позволяет проверять, какой сайт лучше будет выглядеть. Они были куплены глобальной корпорацией Oracle в прошлом году. Или, например, Feudal, это распознавание лиц в потоковом видео, была куплена Гуглом. Среди примеров успешных IT-продуктов – система госзакупок Прозора, полностью разработанная украинскими специалистами. Проект выиграл несколько международных премий. Есть компании, которые создают продукт в Украине и выходят на мировой рынок. Например, PetCube. Это такой кубик, который позволяет следить за домашними животными и играть лазерные указки. Они вышли на американский рынок, они запустились на Kickstarter и собрали на полмиллиона долларов предзаказов. А сейчас у них продажи исчисляются миллионами долларов на глобальном рынке. И про них пишут звезды в голливудске. Эмма Уотсон, по-моему, у себя в Твиттере написала. Вау, PetCube – это круто! Толчком к развитию сектора должно стать появление инновационных парков. Первый такой уже открылся в Киеве. Город в городе, где тысячи специалистов высокотехнологичных сфер смогут работать и учиться. Инновационный парк – это уже, во-первых, не только про ТЭК, не только про науку. Это уже место, где ты живешь, место, где ты работаешь, место, где ты создаешь, отдыхаешь, учишься. То есть это 24 на 7. Это город. А эти парни помогают украинским программистам устроиться в мировые компании. Они уже успели поработать в Кремниевой долине. После решили вернуться в родную Украину и заниматься развитием IT-сферы. Отбирают талантливых разработчиков и дают им образование в мировых IT-академиях. Бесплатно. Второе направление – это инвестиции. Мы привлекаем большие международные компании инвестировать в Украину, открывая здесь свои хабы, нанимая здесь людей. И третье направление – это возможности. Мы даем украинским программистам доступ к не работе в Польше, на галерах, а действительно крутым проектам самых больших продуктовых компаний, которые не догоняют, а действительно двигают технологию вперед. IT-индустрия – одна из самых быстрорастущих экспортных отраслей в Украине. За пять лет ее вклад в ВВП страны увеличился в пять с половиной раз. Сейчас это больше трех процентов. Скорость развития IT-индустрии впечатляет. Она развивается даже быстрее, чем локомотив украинской экономики – агробизнес. В среднем в год она растет на 25%. Это фантастическая цифра. Экспортный потенциал индустрии оценивается несколькими миллиардами долларов. Это те деньги, которые приходят в Украину. И при этом не эксплуатируются ни недра, ни полезные ископаемые. Это именно то, что нужно для экономики страны. Эксперты прогнозируют, через два года вклад IT-индустрии в ВВП страны составит 4,5%. А экспортная выручка принесет более 5 миллиардов долларов. Юлия Крючкова, Владислав Посудевский, Дмитрий Гришко, UATV. С победы стартовала на теннисном турнире серия «Грэнд Слэм» Ролан Гароси «Украинская прима» Элина Светолина. В первом раунде соревнований она в упорном двухсетовом противостоянии обыграла представительницу Казахстана Ярославу Шведову 6-4, 6-3. Следующей соперницей Элины на парижских кортах будет болгарка Цветана Пиранкова. На нынешнем Ролан Гароси Светолина посеяна под высоким пятым номером. И букмекеры называют ее одной из претенденток на победу в турнире. Желаю вам с нами побольше положительных новостей, а также как можно больше жизненных побед. Команду UATV готовит следующий выпуск новостей, поэтому не переключайтесь. Увидимся.